Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Тема сегодняшнего видеоролика – вентиляция кровли. Это вторая часть моего небольшого сюжета, который посвящен вентиляции. Ссылку на первую часть я оставлю в описании. В ней я как раз рассказывал о том, что такое вентиляция, для чего она нужна, и как правильно сделать приток воздуха в карнизном свете. Если вы ее первую часть не посмотрели, обязательно ее посмотрите, потому что без первой части у вас не будет правильного понимания, как устроена эта самая вентиляция кровли. Сегодня я буду рассказывать о том, что такое вентозазор, и о том, как правильно сделать выпуск воздуха. Начнем с вентозора. Вентозор – это пространство, которое у нас образуется между гидроизоляцией и кровельной шаговой обрешеткой. 80% кровель в малоэтажном строительстве, мансардных кровель, имеет высоту 5 см. Этого достаточно для того, чтобы у вас была качественная циркуляция мансардной кровли. Формируется оно обычно бруском 50 на 50. Этот брусок укладывается вдоль стропил, тем самым у нас образовалось вот это наше венпространство, по которому движется воздух. Но всегда есть исключение, потому что, например, если ваша крыша имеет длину ската 15 метров, уклон кровли у вас будет градусов 25, то 5 см нам уже недостаточно. В этом случае нам необходимо сделать 8 см. Чтобы вы правильно могли спроектировать вашу кровлю, я оставлю ссылку в описании на СП. В этом СП вы сможете найти таблицу, в котором конкретно будет написано «Такая длина стропил», «Такой уклон кровли», «Высота вензазора должна быть такая». Когда мы вообще делаем утепление кровли, мы можем его делать двумя способами. Например, если у нас двускатная крыша, мы утепление можем делать полностью по стропилам, а можем делать частично по стропилам, частично по ригелю. Ригель, если кто не знает, это такая стяжка стропил, которая делается для того, чтобы усилить стропильную конструкцию. И очень часто вы мне в комментариях писали о том, что лучше делать утепление не полностью по стропилам, а делать утепление именно по ригелю. Давайте как раз с вами этот момент и начнем разбирать. С него, то есть начнем разбирать систему вентиляции. Допустим, мы с вами сделали утепление по стропилам, по ригелю, и у нас сверху с вами образуется треугольник. По сути, этот треугольник является чердаком, а значит и относиться мы к этому треугольнику должны как к чердаку. Мы должны выполнить два правила. Первое – это температура. Если температура на улице будет минус 25, то и на холодном чердаке нашем должна быть температура минус 25. И второе – это вентиляция. Мы должны вентилировать наш холодный треугольник так же, как чердак. А как вентилировать чердак? В СП есть правило. Сумма приточных выходных отверстий на горизонтальную проекцию кровли должна равняться 1 трехсотая. Если перевести это на русский язык, чтобы вам было понятно, то горизонтальная проекция кровли – это, по сути, наш пол. Допустим, если наш пол имеет площадь 30 квадратных метров, то нам нужно 30 разделить на 300, и у нас получается 0,1 квадратного метра. То есть 0,1 квадратного метра у нас должно быть зазоров приточных и выходных. Как эти приточные и выходные отверстия сделать? В том месте, где у нас идет переход утеплителя от стропил к ригелю, если так совпало, что у вас есть там нахлёст пленки, то нужно этот нахлёст пленки раздвинуть примерно на 2,5 см, чтобы частично у вас шел воздух к коньку и частично заходил воздух в наш холодный треугольник. Сделать это можно, например, с помощью специальных пластиковых аэраторов, которые делает компания Brass. Это такая решетка, которая вставляется как раз нахлёст, и она приподнимает пленку и гарантированно сделает так, чтобы воздух у нас в наш холодный чердак заходил. Либо это можно сделать колхозным способом, что-то в нахлёст подложить, чтобы гарантированно пленка потом не склеилась, чтобы воздух у нас обязательно попал в холодный наш чердак. Если так получилось, что у вас нахлёста пленки нету в этом месте, в месте перехода утеплителя, то тогда для этой задачи вы можете использовать кровельный гидрозатвор. Например, такие затворы есть у компании WillPay. Это, по сути, пластиковая овальная такая штуковина с ушками. Вы делаете под размер этого гидрозатвора отверстие в пленке, вставляете гидрозатвор и пленку как бы приподнимаете. Более подробно смотрите вот в этом видеоролике. Называется кольцо гидрозатвора. Предназначено для того, чтобы приподнять гидроизоляционную пленку к обрешётке, и если образуется конденсат на пленке, чтобы он стекал вокруг этого проёма и не попадал в подкровельное пространство. С обходом воздуха мы определились, с помощью чего мы вообще можем воздух в наш холодный треугольник запускать. Теперь задача выхода воздуха. Выход воздуха мы делаем в коньке. Либо мы просто рвём пленку примерно на 2-2,5 см, для того, чтобы у нас воздух качественно выходил. Либо если вы делаете новую кровлю, или у вас есть доступ к тому, чтобы часть кровли в районе конька разобрать, то можно сделать в кровельной гидроизоляции клапан. Потому что иногда бывает такое, что через конёк может задуть снег. Соответственно, в это отверстие, которое мы с вами сделаем в коньке, может задувать снег и попадать у нас на перекрытие. Соответственно, клапан в этом случае нас может спасти. Что такое клапан? Клапан это кусок плёнки, который у нас идёт между контррейкой. То есть нам нужно в контррейке примерно на 15 см снять половину бруска с одной стороны, с другой стороны, положить точно такую же гидроизоляционную плёнку, которую мы используем в нашей мансардной кровли, и потом тот брусок, который мы сняли, поставить его обратно. Тем самым у нас будет образовываться зазор, через который воздух будет выходить, и тем самым у нас правильно будет циркулировать наш холодный этот треугольник. Если у вас крыша двускатная или крыша сложная, но у вас есть фронтальные стены, то вы можете установить слуховые окна. Желательно их взять заводские, потому что они бывают различных цветов, различные по конфигурации. У них уже установлена москитная сетка, так чтобы какие-то жучки и паучки не залетали к вам в чердак. И, соответственно, через них дополнительно у нас также будет вентилироваться наш холодный этот чердак. Снимаю видео для любителей чердаков. К сожалению, нет возможности ходить по чердачному перекрытию, потому что здесь везде лежит утеплитель, неохота его мять. Но в целом, если так в двух словах рассказать, утепление 300 мм, вот так вот он лежит, базальтовый утеплитель. И вот такая вот проблема, потому что на утеплителе образуется большое количество влаги. Вот тут я не знаю, видно вам будет или нет, но вот прямо видно, что здесь много воды. Вот на пленке видно, что вода. Да, вот видно прямо, что много воды. Если у нас кровля утеплена полностью по стропильной системе, тогда мы делаем перехлёст плёнки в коньке и просто через кровельный аэратор или через коньковый аэратор выпускаем воздух, тем самым у нас происходит вентиляция и циркуляция воздуха в нашем венпространстве. Как нам сделать выпуск воздуха в самой кровле? Например, если у нас крыша с вами двускатная, и мы используем такую кровлю, как металлочерепица или натуральная черепица, кровля имеет форму профиля. И когда мы берём коньковый элемент, прикладываем его к кровле, у нас есть зазоры. Этих зазоров достаточно для того, чтобы воздух в нужном количестве у нас выходил. По снипам написано, что на один погонный метр должно быть 100 квадратных сантиметров. Сечения этих, эти сечения достаточно для того, чтобы воздух выходил. Вот, тем самым у нас будет правильная циркуляция воздуха. Если у вас, например, гибкая черепица, она имеет плоскую форму. В этом случае вы можете взять пластиковый вентилируемый конёк. У него уже есть определённые лабиринты. Он имеет разную длину в зависимости от производителя, разную ширину. Воздух будет через этот коньковый аэратор выходить, а снег уже туда попадать не будет. Что такое кровельный аэратор более подробно, ну, один из вариантов кровельного аэратора, смотрите вот в этом видеоролике. Также одним из элементов подкровельной вентиляции в линейке Вилпе у нас существует замечательный коньковый элемент Эйришфелд. Чем он уникален? Во-первых, это достаточно жёсткая конструкция, которая удерживает конёк, коньковый гонт, в строго прямолинейном состоянии. Он, за счёт его своей жёсткости, именно он диктует коньковому гонту, в каком виде ему быть, а не наоборот. Внутри Эйриджа нет никаких ворсистых, либо уплотнителей, либо ещё чего бы то ни было. Здесь есть запонентованная система вентиляционных каналов, которая предотвращает задувание снега, листвы, различного мусора и так далее. Но обеспечивает хороший воздухообмен подкровельного пространства. И таким образом он укладывается по всей длине конька. Если вас такой вариант не устраивает, то вы можете сделать самодельный конёк. Он может быть, опять же, разной ширины и разной высоты. Он дороже, чем пластиковый конёк, потому что у него там уже используются свои капельники. Нужно сделать сетку, нужно сделать лабиринт, нужно купить фанеру, подкладочный ковёр, саму кровлю, коньково-карнизную черепицу. Короче, всё это в кучу даёт точно по стоимости дороже. Но его можно делать, как я уже говорил, разной шириной и разной высоты. И здесь можно сделать вашу кровлю более, скажем так, оригинальной. Если простой вариант, то это, конечно, пластиковый коньковый аэратор. Если у вас, например, фальцевая кровля, то здесь вы делаете только самодельный вентилируемый этот конёк, опять же, с лабиринтами, чтобы воздух у вас выходил, а снег не попадал в подкровельное пространство. Если, например, у вас вальмовая кровля, вальма напоминает, если мы на неё сверху смотрим, конверт. У нас есть горизонтальный конёк, есть реберные коньки. В этом случае мы делаем то же самое, как двускатные крыши. Если у вас натуральная черепица или металлочерепица, вы просто прикладываете конёк. Если у вас гибкая черепица, вы используете либо те варианты, которые предлагают производители коньковые аэраторы, либо делать его самодельный. Если фальц, то, опять же, это только самодельный вентилируемый конёк. Если у вас крыша, ещё более сложная, например, у вас есть эркер. Этот эркер имеет несколько треугольников или много различных треугольников, 8 штук, например, или 4 штуки, то воздух у вас, опять же, заходит через карниз. По контррейке он циркулирует от низа к верху и выходит воздух. Там уже необходимо будет устанавливать точечные аэраторы для того, чтобы была качественная циркуляция воздуха. Это в случае того, если у вас, например, фальц или гибкая черепица. Если у вас металлочерепица или натуральная черепица, то, опять же, отверстий в коньке, между, вернее, коньком и кровлей, достаточно для того, чтобы воздух в нужном количестве выходил. Если, например, у вас есть примыкание к стене, то в этом случае вам необходимо сделать вентилируемое примыкание, через которое также воздух у вас будет выходить. Сделаю небольшую ремарку. Иногда мы, для того, чтобы качественно сделать и герметично сделать примыкание, используем такой вид примыкания, который называется VACOFLEX. Это рулон металлизированный на битумной основе. Половину этого рулона мы приклеиваем к стене, половину мы приклеиваем к натуральной, либо к металлочерепице. К натуральной черепице, либо к металлочерепице. Примыкание металлочерепицы к стене осуществляется при помощи специальной алюминиевой ленты для примыканий 3D Delta Top Flex. В этом случае у нас уже выпуска воздуха нет. Если вы такой вариант хотите сделать себе, тогда для этого вам нужно будет, чтобы у вас была качественная циркуляция, уже установить точечные аэраторы. Их нужно будет рассчитывать. Примерно одного аэратора хватает, где-то квадратов на 20. Но если вы полностью делаете утепление по стропилам, тогда желательно эти аэраторы устанавливать через стропильный ряд. То есть идет стропила, установили аэратор. Дальше вы в другое пространство аэратор не устанавливаете, в другое пространство аэратор устанавливаете. И между контррейкой вы делаете разрыв, чтобы у вас воздух максимально циркулировал, ходил, чтобы была качественная вентиляция кровли. В принципе, все, что я хотел рассказать про вентиляцию кровли, я рассказал. Если у вас есть какие-то вопросы, потому что темы сложные, обязательно пишите их в комментариях. Если у вас есть какая-то критика, или я, например, что-то не сказал, вы, конечно, можете аргументированно написать это в комментариях. Попрошу без оскорблений, потому что на такие комментарии я отвечать не буду. И, скорее всего, я их буду удалять. Спасибо вам за внимание. Стройте качественно, потому что ошибки – это дорогое удовольствие. Всем пока!